Весело и с размахом отгуляли на Ринмарце широкую масленицу. Народные гуляния традиционно развернулись на центральной площади города. Организаторы порадовали гостей праздника разнообразными конкурсами. Кульминацией праздника стало сжигание чучела масленицы. Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году. Отмечают ее семь дней. В это время принято веселиться, ходить в гости, устраивать гуляния. На Ринмаре традиционно масленичный разгуляй развернулся на площади Марацей. Каждый год мы увеличиваем количество игровых площадок, интерактивных площадок, чтобы людям было интереснее, веселее проводить этот день. Многие конкурсы имеют вековую историю, например, масленичный столб. В древние времена залезть на него обозначало пройти посвящение, обрести мужскую силу. Покорявший столб человек возрождался к новой жизни. Николай Ордеев, например, делает это во второй раз. 20 лет назад на него залезал один раз. Сейчас попробовал снова. Условия конкурса, простые ограничения нет. Желающих много, говорят организаторы. Вот только сноровки добраться до заветной ленточки хватает далеко не всем. Много было желающих, но не у всех получалось. Но бывали крепкие ребята, которые моментально заползали и срывали. Впрочем, развлечений сегодня на площади предостаточно на любой вкус и возраст. Для тех, кто помладше, работает площадка с русскими народными забавами. Ребятки подходят. Я набираю команды, это командная эстафета, и они играют. Девятилетний Артем Галимов с удовольствием проходит все конкурсы. Праздник масленицы мальчик любит и ждет с нетерпением, когда ему разрешат самостоятельно печь блины. Даже рецепт уже выучил. Молоко, творог, там потом мешаешь, ну так размешиваешь, мешаешь, мешаешь. Потом на сковородку ложишь, и потом ждете, когда оно там сделается, потом приорачиваете. А в ярмарочном домике рядом со сценой блины с пылу с жару от руководителей департаментов и управления администрации Ненецкого округа. Слава Богу, ингредиенты нам уже дали, то нам гораздо легче. Поэтому, ну, любой процесс требует внимания и концентрации, поэтому есть сложности. А первый блин к вам еще? Нет, потому что у меня были хорошие помощники. Для многих гостей праздника получить блин из рук первых лиц округа – неожиданность. Не знаю даже. Ребенок просто захотел на улице горячих блинов, а не могу даже сказать, чей. Просто блинчик на улице. На улице, как правило, всегда вкуснее. Алексей Лапин тоже был приятно удивлен и сразу же решил попробовать кулинарное мастерство руководителей. Тем более сам он толк в блинах знает. Пробовали блины с капустой. Не то, что там начинка капусты, а то, что капусту отвариваешь, в тесто ложишь и запекаешь уже блины с капустой. Очень вкусная. Кульминация праздника – ритуальное уничтожение соломенной куклы. Оно символизирует прощание с масленицей и воскрешение весны, ее силы.